МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проще говоря... Буржет Донайортис. А проще говоря, здравствуйте. С вами опять я, Виталий Шахов. Знаковым событием минувшей недели стал последний звонок. Нашим выпускникам, к счастью, есть где учиться дальше и где работать. По показателям, принятым в системе среднего профессионального образования, республика уверенно занимает почетное четвертое место по России. Но сегодня речь не об этом. В средствах массовой информации появилось письмо, подписанное выпускником по делу Гайзера. Вот кое-что из него. Меня зовут Демьян Москвин. Я являюсь обвиняемым, а совсем скоро стану и осужденным по этому делу. Я один из двух фигурантов дела, которые заключили сделку с прокурором. Прежде всего, это значит, что я должен был безоговорочно согласиться с версией следствия, какой бы натянутой она ни была, и подписать все показания. Я считал, что с моей стороны это был рациональный поступок. Как это часто бывает в таких случаях, в обмен на признание вины, я был отпущен из тюрьмы под домашний арест. Немногие готовы жертвовать здоровьем и годами жизни в борьбе с репрессивной системой. Ведь она не способна, не умеет признавать своих ошибок. Только вот то, что я называю рациональностью, можно назвать и по-другому – малодушием. Нельзя оговаривать себя, а тем более других людей, руководствуясь рациональностью. Ведь мы это уже проходили в своей истории, и не хотим, чтобы она повторялась. У меня не хватило мужества сказать об этом в суде. К приговорам суда Москвину назначено наказание в виде шести лет лишения свободы строгого режима и штрафа в два миллиона рублей. Ранее он дал изобличающие показания в суде по так называемому делу Гайзера. К письму прилагаются аудиозаписи следственных действий. Если им верить, то допросы Москвина очень напоминают 1937 год. Хотя на жертву режима Москвин, конечно, похоже, мало. Сегодня адвокаты просят проверить действия руководителя следственной группы по делу Гайзера, чтобы установить, были ли нарушены права и свободы человека и гражданина. По их мнению, эти аудиозаписи могут говорить о принуждении к даче показаний и многих других нарушениях. Вот такой вот последний звонок осужденного получился. Не менее интересно отзвонился в суде бывший мэр столицы Роман Зенищев. Он уже осужден на 10 лет. Сейчас идет в судебное следствие по новому обвинению в получении взятки в связи с конкурсом на пассажирские перевозки в Сыктывкаре. Терять осужденному нечего. И он строит защиту, раскрывая все детали теневого руководства республикой. Например, что сам Зенищев был просто подчиненным, а значит, требовать взятки от начальника он просто не мог. Вот его характеристика Зарубина. В ЗАО РК главным был Зарубин, поскольку он владел блокирующим пакетом в 60% акций и предприятий, которые принадлежали группе. Все остальные ему беспрекословно подчинялись. Зарубин имел заметный вес на федеральном уровне, был членом Общественной палаты России первого созыва, представлял интересы группы компании Ренова. Посмотрим, как эти показания оценит суд. А так называемое дело Гайзера обрастает все новыми подробностями. Два свидетеля погибли при довольно странных обстоятельствах. Уже осуждены десятки чиновников и бизнесменов, косвенно связанных с делом группировки, которую Зенищев именует закрытое акционерное общество Республика Коми. А до приговора самой группировки еще далеко. Битва юристов в самом разгаре. Так что мы еще много чего нового узнаем о коррупции буквально из первых уст. И последний звонок прозвучит не скоро. Адзисем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова